Всем привет! Меня зовут Настя Каменских и вы смотрите мой видеоблог. Дорогие девочки, многие меня спрашивают, как я крашусь в повседневной жизни. Ну вот, ловите мой ответ. Это Настин Блог. Ну что, начнем. Я хочу показать свой повседневный макияж. Во-первых, убираем волосы, так, чтобы нам было удобно краситься. Начинаем мы с тона. По текстуре он должен быть легкий, а когда наносишь на лицо, он должен скрывать всякие там мелкие неровности, какие-то тяточки. Я уже нашла свой тон и кайфую от него и пользуюсь, наверное, уже год и четыре. Я наношу тон кисточкой. Кто-то наносит пальцами, кто-то вот таким спонжиком. Я предпочитаю нанести кисточкой, а потом выровнять все спонжиком. Так мне удобно. Сейчас я вам покажу. Теперь спонжик. Так, тон мы наложили. Поехали дальше. Следующий шаг, это я подчеркиваю брови. Несмотря на то, что они у меня смоленистые, черные, все равно я придаю им форму. Так, берем кисточку. Беру матовые тенюшки. Матовые. Их можно растушевывать, а тогда бровя будут казаться естественными. Я беру не сильно темный тон, коричневенький, матовый. Блинная разница, правда? Когда я была маленькая, у меня было монобро. Она прям заходила немножко даже на лоб и на веко. Вот здесь был прям огромный курс. Но моя мама у меня заставила их выщипывать. И с 5 лет я задаю эту ерунду. Следующий шаг, мы корректируем лицо. Это скулы, это веки. И делаем лицо удлиненное, красивое и худое. Мы берем вот такой корректор и вот такую кисточку. Девочки, обратите внимание, она срезана наискось. Для чего? Для того, чтобы правильно контурировать лицо. Именно такая кисточка дает правильный эффект. Для того, чтобы подчеркнуть сколы и сделать лицо уже, нам нужно воспользоваться трюком, который называется циферка 3. Что это значит? Мы берем, наносим корректор и рисуем тройку на лице. Раз и два. Сразу у нас появились такие сколки, острые. Если вы хотите убрать второй подвороток, тоже можно воспользоваться корректором и этой кистью. Закрашиваем нижнюю часть, или верхнюю часть шеи, или нижнюю часть лица. У кого какая она. Сейчас мы переходим к контурированию носа. Мы берем этот же корректор и эту же кисточку. Вот так наносим. На крылья носа. Вот так с одной. И с другой стороны. И чу-чуточку, прям совершенно немножко, на кофе. Тогда он будет создать такой эффект, как будто он сделает у вас. Переходим на реки. В дневном макияже я не пользуюсь тенями, а пользуюсь этим же корректором. Берем этот же черный, темный цвет и эти же тени, эти же стены, и эту же квартиру, и эту же сетку. Переходим на веки. Я не пользуюсь в дневном макияже тенями, а беру этот же корректор, этот же цвет и наношу на века. А сейчас мы будем подчеркивать нижнюю часть глаза. Для этого мы берем другую кисточку, вот такую тоненькую. На нижнее веко мы наносим этот же темный тон. И наносим. Так, а с помощью светлого цвета мы будем делать акценты. Возьмем маленькую кисточку, тоненькую, и наносим на верхнее веко. Таким образом визуально будет казаться, что ваши глаза очень большие и очень красивые. Следующий акцент – уголок глаза, для того, чтобы снять усталость. Мы подчеркивали с вами темным цветом нос, помните? Конечно, вы помните, вы же не могли секунду назад все забыть. А теперь светлым мы делаем акцент посредине носика. Для чего? Для того, чтобы усилить эффект тонкости этой части вашего тела. Для того, чтобы сделать лисий взгляд, немножко хитренький такой, я беру черный карандаш и наношу внутри века. Подчеркиваю гладь. Самое главное в любом макияже – это тушь. Многие визажисты и у многих программах говорят о том, что нужно забыть про прокрашивание нижних ресниц. Но если я этого не сделаю, мне кажется, что я как полулысая. Поэтому я прокрашиваю нижние ресницы, таким образом делаю свой взгляд ярче. У нас остался последний штрих нашего дневного макияжа. И это лога. Это мастер-блог. Это мастер-блог.